Мы встречались с Василием Кирсо, и это глава администрации Ньюсинского района. Я просто не писала, пожалуйста. Ижгария Валерьевна, глава администрации Ньюсинского сельского муниципального образования. Мы обращались к Вам. Если бы я не помнил глав поселков, но грош цена была у меня как руководителя, поскольку я объездил почти все поселки республики. Спасибо, что помните. Три проблемы, которые для нас, конечно, проблема есть для сельского муниципального образования, это строительство нового фельдшеского мушарского пункта, газификация дорог поселка, поселок Крятовский, поселок Белоземный, и дорога поселок Белоземный. Вот подпредел к нашим заявкам, можно так сказать, да? Фельдшеский пункт у нас почти уже завершен, а сам сам имелось сейчас доделать. Ну, тут вопрос, который я с самого начала хотела Вам задать, уже наши коллеги задали Вам, но все равно я скажу, что голубую топлива – это символ качества жизни населения. И, наверное, все органы власти, цель, самое главное, это улучшение благосостояния населения. И вот на сегодня мне хочется сказать, что два маленьких поселка, когда 10 районов грузифицированных, они у нас остались за бортом. А условия жителей в Сельском районе, вы знаете, особенно поселок Белоземный, особенно поселок Белоземный, особенно поселок Белоземный, где пыльный буря, он уже три дня, а у нас сегодня что-то будет. Невозможно выйти, еще у нас нет света какой-то бывает, не бывает в этом времени, да, пыль такой, и газа нет. А живут в этом поселке уважаемые злопы. Люди, которые сделали все, чтобы поднять после Сибири сельскохозяйство. В основном, ну, говорят о том, что почти в Октябрьском они пенсионеры живут. В дентальности как бы нет в газификации. Ну, там же живут люди, уважаемые, которые поднялись сельскохозяйства. Есть у нас депутаты Верховного Совета, есть у нас в домах участников Великой Отечественной войны, да, есть в Локарнице, да. Но я хочу сказать, раз уже с подняли поселку, но еще, вот у меня с подачи на сегодня, да, раз нет в ситуации, хотя бы с субсидным домом и в Локарнице, чтобы на жилье, чтобы приобрели в городе хотя бы однокомную квартиру. Вот у меня не за гребеда выйти, а одна в Локарнице. Спасибо. Ну, вы абсолютно правы, вопрос действительно по газификации был, у нас есть такие программы, не помню точно, дату, вернее, день. В декабре прошлого года Распромин Крым вы публиковали план газификации Республики Калмыкия. Ну, это достаточно просто сейчас делать, посмотреть электронные версии, зайти в архив. Так вот, там есть четкий перечень, причем по двум направлениям, по планам Газпрома и по планам Минсельхоза по программе устойчивого развития сельских территорий. Но если там, допустим, ваших населенных пунктов нет, еще раз повторюсь, мы сейчас готовим на выходе, ну, где-то осенью мы, наверное, эту программу запустим, а начнем ее реализацию с 15-го года, газификация малых населенных пунктов. Спасибо. Спасибо. Лайк, Борисович, пожалуйста, Октябрьский район. Здравствуйте, Октябрьский район. Размочу, спасибо, Владимир Ильич, начинка отдела разведения ОТП. У меня вопрос к Валерии Остаевичу. Продолжение следует...